Здравствуйте, эфир Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Маструкс, со мной корреспондент Нового Времени Яковина. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня днём Совет Федерации Российской Федерации единогласно поддержал просьбу президента Российской Федерации об использовании вооружённых сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации. Да. Изначально все не совсем понимали, к какой стране это касается, однако потом вышел глава администрации Сергей... Не, ну все понимали. Все понимали. Но тем не менее, потом вышел к микрофонам глава администрации президента России Сергей Иванов и рассказал, зачем в принципе вот... Заседание, хочу уточнить, было закрыто. Закрыто, да. Чтобы никто ничего не узнал лишнего раньше времени. Давайте посмотрим слова Сергея Иванова. Закрытое заседание Совета Федерации, на котором было рассмотрено обращение президента Российской Федерации об использовании вооружённых сил за границей, за территорией Российской Федерации. Сразу хочу сказать результаты голосования. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. 162 голоса «за» при отсутствии воздержавшихся и голосовавших «против». Первое, и, пожалуй, самое главное, речь идёт о Сирии конкретно, и речь идёт не о достижении каких-либо внешнеполитических целей, удовлетворения каких-либо амбиций, в чём нас регулярно обвиняют наши западные партнёры, а речь идёт исключительно о национальных интересах Российской Федерации. Количество граждан России и выходцев из стран СНГ, которые примыкают, к большому сожалению, к террористической организации ИГИЛ, растёт не по дням, а по часам. И речь идёт уже не о десятках, не о сотнях, а о тысячах таких россиян, часть из которых уже вернулась на территорию Российской Федерации. И легко предположить, не надо быть правительством, что они и дальше будут возвращаться на нашу территорию. Таким образом, целесообразно действовать на опережение и действовать на дальних рубежах, а не сталкиваться с этой проблемой потом у себя в России. Вот это, пожалуй, самое главное. Второе. Речь идёт исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации. Как уже говорил наш президент, использование вооружённых сил на сухопутном театре военных действий исключено. И военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии ИГИЛу. Третье. Вы все хорошо знаете о том, что по территории Сирии, Ирака, а возможно в будущем и других стран Ближнего Востока, уже наносятся ракетно-бомбовые удары рядом государств. Ну, Соединёнными Штатами Америки это первое. Недавно Франция присоединилась к таким же аналогичным действиям, Австралия, и ряд стран заявляют о том же самом. Но хотел бы отметить один принципиальный момент. Эти действия совершаются в обход международного права. Чтобы международное право было соблюдено, нужно соблюдение одного, извините за тавтологию, одного из двух условий. Либо резолюция Совета Безопасности ООН, либо просьба той страны, по территории которой наносится удар, об оказании военной помощи. Все наши партнёры и союзники, хотел бы это подчеркнуть, сегодня будут проинформированы о принятом решении, а по линии военных ведомств, наверное, будет передана и специфическая информация. Уже надо сказать, что уже был нанесён первый авиаудар по сирийским постанцам или по ИГИЛу, там просто много жертв среди мирного населения. Усейдан говорит, вот то, что вот сейчас сделал Путин, он предупредил, как вы считаете, Обаму перед этим авиаударом или он действовал на опережение? Конечно предупредил. Во-первых, было уже официально заявлено в Москве, что да, мало того, что предупреждены американцы, они располагают списком целей, по которым будут наноситься удары, и для американцев всё это секретом не является. То есть, скажем так, никакой реакции со стороны США особо не ожидается? Ну, а какая может быть реакция? Американцы скажут, ну ударили, ударили, что подумают, что большое дело. То есть, ну там же не по американцам они ударили, да? Ну, не по американцам, однако они говорили, что вот не надо поддерживать Башир Асадом, а не поддерживают там сирийских повстанцев в своих военных, ну в своих целях, да, в том числе против Асада и против ИГИВа. Знаете, сирийские повстанцы это такая очень интересная субстанция. Никто их в последнее время уже не видел, они вот именно вот таких, которые прозападные или там поддерживающие так или иначе запад демократию или что-то из этой Сирии. Почему? Потому что постольку-поскольку сирийские повстанцы даже в свои лучшие времена были крайне разрознены, крайне разбиты там, можно сказать, в каждом селе было по своей армии, то с появлением исламистов, закаленных в боях и обладающих серьезной организационной структурой типа фронта Нусра или ИГИЛа, те, кто не подчинялся Нусра или ИГИЛа, либо были ликвидированы с отрезанием голов и прочими делами, либо примкнули. То, что сейчас называется сирийскими повстанцами, я откровенно говоря, я не думаю, что это прям вот такие воины света и добра, которых иногда нам предлагают в таком их обличии нам. Поэтому я, честно говоря, даже не очень знаю, кто это такие. Потому что, например, если вы обратите внимание, раньше там телеканал Джазира, например, он ездил, постоянно делал репортажи из лагерей сирийских повстанцев, из расположения их. Сейчас таких репортажей практически нет. Почему? Потому что опасно с этими повстанцами иметь дело. Никогда не знаешь, что они учудят в очередной распредел. А вот то, что мы видим, это, как я понимаю, последствия авиаударных. Я писал уже давно, в чем отличие будет американская операция от российской. Американцы используют высокоточное оружие и все равно постоянно промахиваются, бьют по местным жителям. Вот это постоянно происходит. Россияне высокоточным оружием не обладают, поэтому будут громить, бомбить все подряд, в пыль превращать города, как это, например, было с городом Грозный, который там камни на камне не оставили. И поэтому тем, кто живет в этих городах до сих пор по непонятным мне причинам, я в высшей степени сочувствую и советую, пока есть такая возможность, срочно оттуда убегать. Потому что это не американцы, повторюсь, бить будут по всем, абсолютно по всем. Ну вот, сами вы упомянули Чечню, во время чеченских кампаний было целых две. Были в том числе и террористические акты на территории самой России. Сергей Иванов, глава администрации российского президента, сам сказал, что тысячи, тысячи, он сказал, граждане Российской Федерации уехали в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ. Многие из них вернулись и сейчас сидят в России. Ну, если Россия начала вот такую войну, да, кровавую, то что, значит, в России могут начаться опять взрывы в метро? Ну, во-первых, начнем с того, Сергей Иванов, давно я его не видел, постарел, но, видимо, не очень-то он поумнел, да, потому что, судя по всему, либо он не знает, что такое, что из себя представляет халифат, либо сознательно скрывает, не знаю, что хуже. Дело в том, что те люди, которые отправляются на войну в халифат, они не имеют права покидать халифаты, они обязаны находиться там, внутри халифата. Поэтому покажите мне хотя бы одного, кто вернулся. Я знаю одного, кто вернулся, но он вернулся по убеждениям, он прямо отринул это все и сказал, что все, теперь я перековбался и там, значит, ездит с гастролями по России и рассказывает, какой халифат плохой. Те люди, которые приезжают туда сознательно, они не имеют права, если они попробуют оттуда смыться, и просто голову поотрезают, как у них там водится за все, значит, неположное. Ну да, или с какого-то этажа сбрасывают. Да, ну там есть варианты. В общем, где эти тысячи, которые, или сотни, которые вернулись, хотя бы одного показали бы, я бы очень удивился, но не знаю, где он набрал эти сотни вернувшихся, потому что это просто запрещено прямо в законами исламского государства возвращаться куда бы то ни было. Если уж ты подписался на защиту халифата, будь любезен, сиди и защищай, а не езди там, куда тебе заблагорассудится. Потому что, конечно, сейчас у самого этого халифата гораздо более тяжелая ситуация, чем была раньше. Поэтому там каждый человек на вес золота, каждый боец. Очень сомневаюсь, что сейчас в данной ситуации вот этот халиф Ибрагим, который является лидером исламского государства, начнет там разбрасываться людьми, отправляя их туда-сюда. Я не исключаю в то же время, что какие-то местные, российские фанаты этого халифата начнут что-нибудь взрывать. Это да, пожалуйста. Но насчет возвращающихся, мне кажется, это полная фигня. И не соответствует действительности ни в какой степени. Более того, я думаю, что сейчас с началом этих авиаударов вполне возможно поток желающих присоединиться к исламскому государству только увеличится. Потому что дело идет явно к большой какой-то заварухе. А целью существования халифата, если вы изучите его идеологию, является именно война в крайнем его выражении. То есть конец света, по большому счету. Армагида. Да, они об этом мечтают, они этого хотят. И все дело к тому идет. Потому что на самом деле, конечно, это очень опасно, когда в небе над одной, не самой крупной страной мира, летают самолеты США, Турции, Ирана, Ирана, России, Франции. Там уже по ходу дела честно будет просто от этих самолетов. И кто-то не ту кнопку нажмет, и мало ли что там начнется. Вот это меня очень беспокоит, потому что там может начаться, конечно, очень красивая история. Ну, надо еще сказать, что, в принципе, Соединенные Штаты, Европа, Россия, это не единственные игроки на том поле. Есть еще местные игроки. Один из этих игроков, это, может быть, самый богатый, по крайней мере, это Судовская Аравия, так вот, министр иностранных дел Судовской Аравии, Аль-Джубере, он сказал, что Асаду надо уходить. Ну, он это говорит уже несколько лет. Правильно, но он говорит, что два варианта. Ну, я не знаю, почему. Либо, если сам не захочет, уберем. Да, уберем. Почему, почему это подчеркиваю? Это в свете слов Владимира Путина на той же генассемблее. Он говорит, что Башир Асад единственный. Башар, он не Башир. Башар. Да, Башар. Башар Асад. Башар Асад. О, это даже звучит так сильно. Он единственный легитимный. Ну, как до этого был у нас Янукович. И поэтому, в принципе, Россия его и поддерживает. Ну, она не поэтому его поддерживает, она поддерживает его, потому что он единственный союзник, оставшийся в регионе, потому что в Сирии находится российская база, значит, в Латаке сейчас уже, а до этого еще была в Тартусе. И, кроме всего прочего, Сирия является частью так называемого шиитского серпа, который включает в себя Иран, Ирак, Сирию и Ливан. Это такая вот, как бы, очень крепкое шиитское, скажем, образование неформальное, которое разбивать ни в коем случае нельзя. Почему? Ну, потому что если она будет разбита, нефть и газ из Персидского залива свободно хлынут на европейский рынок по трубопроводам. Но это, конечно, для России будет очень нехорошо в экономическом смысле. Поэтому, конечно, да, Путин держится за этого. А что, режиссеров, можете запустить видео еще раз? А то у нас топ-кадр какой-то. Да. Поэтому Асад, за Асада будет Путин держаться до последнего. Тут, смотрите, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия уже давно говорит, что вот там, значит, Асад должен уйти. Ровно как и американцы говорили, что он нелегитимен, он убийца своего народа, он должен уйти. Все правда так и есть. Если он убивает свой народ, то он нелегитимен. Но тут есть парочка проблем. Дело в том, что вот это в западном побережье Сирии, где живут лавиты, шииты, христиане, друзы и много других национальных, религиозных меньшинств, если туда придет ИГИЛ, то несколько миллионов человек расстанутся с собственными головами, насильственным путем, скажем так. И этого не хочет никто, включая американцев. Потому что если, представим себе на минуточку, победили повстанцы, потому что повстанцы, они не способны сами для самоорганизации вообще никак. Там сразу же туда придет ИГИЛ. ИГИЛ там начнет наводить порядки. Это будет хуже, даже не знаю, с чем это сравнивать. Будет как Руанда, где там миллион людей. Техническая очистка. Но вот Кэрри и сказал, что он, да, а не против Асада, чтобы он ушел, но не сразу. Я просто хочу договориться насчет Саудовской Аравии. Саудовская Аравия. Тут есть какая опасность. Саудовская Аравия сказала, что если сам не уйдет, если не будет политического процесса, если Асад сам не уйдет, мы заставим. То есть Саудовская Аравия говорит, что либо мы... Они не уточнили, какими силами сковорнут Асаду, но они могут что-то сделать. Они могут отправить свои войска, почему нет, как в Йемен. Они могут каких-то там своих прокси-силы, каких-нибудь там, не знаю, египтян или кого-то еще привлечь к этому. Потому что были и такие разговоры. Например, сейчас наземную операцию в Йемене выполняют войска Объединенных Аравийских Эмиратов. Там нет саудовских войск на земле. Там только вот они летают. То есть какие-то силы могут привлечь саудиты. Либо поддержать тот же ИГИЛ, как они делали прекрасно до этого. То есть в принципе-то ИГИЛ на саудовские деньги привелся. Значит, что это сделать? Это повысит ставки. В этой ситуации России надо будет либо увеличивать свою авиационную группировку, увеличить бомбардировки, либо отправлять наземные войска, чтобы спасти Асада, либо признавать свое поражение и уходить. Саудовцы могут повысить эти ставки. Это очень опасно. То есть может произойти эскалация конфликта. А если вот это пойдет повышение, а мы вот этих добавим, мы вот этих добавим, это будет водоворот вот этой насилия, войны, которая начнет все шире и шире, захватывая все новые страны, регионы туда. Это может все очень плохо кончиться. Именно в этом сложна вообще опасность участия в Саудовской Аравии и России, естественно. Потому что России там, конечно, совершенно нечего делать было. Не знаю, зачем мне туда полезно. Я понимаю как бы их мотивацию, но я считаю, что она ложная и неправильная. А то, что говорит Керри о том, что да, надо начинать политический процесс с плавным уходом Башараса от власти, это на самом деле очень хорошая, полезная идея. Я надеюсь, что так и будет, потому что иначе это вот то, что мы видим на экране, оно будет длиться еще десятки лет. Но вот смотрите, у Российской Федерации, у Российской армии нет ни одного авианосца. Есть авианесущий крейсер, но тот плохо работает. Ну вот, поскольку Россия, по крайней мере, на данном этапе заявляет, что они будут использовать только свою авиацию, ну туда же надо долететь. Они, да, строят авиабазу в Атаке, но надо же еще ее и снабжать, то есть и людьми, и всем остальным, да, чтобы вести войну, тем более, что не совсем понятно, как долго она будет длиться, эта война. То есть их, по крайней мере, участие самой России. Вот, смотрите, вот на самом деле, вот с 20 октября... У нас опять стоп-кадр. У нас опять стоп-кадр, да, режиссеры смотрят. С 25 октября Украина и Россия обменяются уже де-факто такими любезностями по поводу авиаперелетов, то есть мы запретим им летать через Украину, они запретят нашим авиакомпаниям летать. Просто вот в постановлении Кабинета Министров, которое, в принципе, ну, это исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны. Там говорится, что также будут запрещены перелеты через Украину авиакомпании, которые будут перевозить ну, или военную технику, или... Ну, короче, военное снаряжение, оборонное снаряжение. Или двойного, да. Ну, вот Украина, да, может закрыть, а как-то, да, ну, можно же объехать, но потом Турция может закрыть. Не, ну, да, это делается, в общем-то, не так уж сложно. Это летит самолет над Каспийским морем, залетает в Иран, из Ирана в Ирак, из Ирака в Сирию. То есть, в принципе, есть, конечно, петля. То есть это нет никакого... Ну, это не полное, что называется, обрезание, а так, частично. То есть сложнее будет, конечно, но, в принципе, технически возможно. Это не бог весть какая задача. Другое дело, да, что, ну, снабжение, снабжение людей туда новых перебрасывать незачем. Покуда нет наземной операции, которая, как я сказал, она может быть. Да, если экскавация совсем более. Пока ее нет, пока ее нет, не надо туда новых людей, там людей и так навал. Там, как я понял, по израильским устойчивым, там около двух, может быть, даже чуть больше тысяч человек. Итак, значит, людей не надо еду. Ну, как, деньги уж там купят еду, то это без проблем. Патроны. Могут быть, нет, патроны, самолеты. Они же не стреляют, они там бомбы сбрасывают. Ну, да, ракеты, ракеты. Ну, ракеты, да. Вот эти ракеты, бомбы, они все будут, видимо, самолетами таскать через Каспийское море и раны рак. Ну, либо еще проще. Запустят корабль, набитый этим барахлом, там, из Новороссийска или теперь уже, так сказать, из оккупированного Севастополя. Ну, корабль пойдет себе, да, в Тартусе, там, или в той же Латаке встанет на причал, разгрузит его и все. То есть, это не логистически, это не нерешаемая задача, она вполне себе решается. Ну, вот последний вопрос у нас совсем осталось немного времени. Вот то, что сейчас Россия погрязла, ну, еще не погрязла, но погружается в эту войну со всеми последствиями. Это означает, что какой-то эскалации на Донбассе не стоит ожидать? Не стоит. Я думаю, что сейчас Донбасс уже всем в России надоел, и даже включая самого Путина, они уже не знают, как от него избавиться, и, видимо, будут как-то тихо сливать его, прикрывая Сирией как информационным щитом, да, то есть, говорят, вот у нас Сирия, там, все-все-все. Ну, кроме всего прочего, да, скорее всего, я думаю, Донбасс уже, ну, там, сольют, и другой разговор, как-то, что там дальше будет, это еще обсуждаемо, неизвестно, но его будут сливать. Ну, кстати, да, кстати, я хочу сказать, что погрязло, я бы сказал, что сейчас это пиаровская акция в Сирии, там, потому что 20 самолетов, это на самом деле, это тьфу, это ничего, то есть, например, участие России в Донбассе в войне было намного более существенно, несоизмеримо, либо то, как там сейчас участвует Иран со своими корпусом стражи исламской революции в сирийской войне, тоже гораздо более сильно они вовлечены, или там Хазбалла, да, Ливанская, они гораздо более сильно вовлечены в эту войну, чем Россия. Россия, конечно, да, красивые картинки, летят самолеты, падают бомбы, потом несут умирающих детей, это вот то, что для телевизора пиаровская картинка, вот то, что нужно, но каждый ее использует по-своему, естественно, но она есть. Но реальные бои на земле в этом Россия пока не учатся, поэтому я бы не преувеличивал степень вовлеченности России. Сейчас, по большому счету, это пиаровская акция. Я говорю, эта пиаровская акция в неловких руках, а, к сожалению, у Путина и его друзей руки кривые, она вполне может развернуться в реальную войну с очень-очень-очень серьезными плохими последствиями. Вот этого я не исключаю. Спасибо большое за эту беседу. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok